Доброе утро! Область просыпается и снова новый день начинается. Первый Ярославский сделает твое утро бодрым, в отличном настроении пойдешь на работу. И не важно, маленький ты или взрослый, утро надо начинать с овсянки. Все просто, чтобы сегодня все было отлично, включая в 7 утра наше шоу «Это логично». Ну что, что же вы такие сонные, просыпайтесь скорее, давайте глаза откроем пошире, распахнем свои объятия навстречу новому дню, 8 ноября на календаре. Ура, это шоу «Овсянка», телеканал Первый Ярославский, наконец-то мы проснулись все вместе, друзья. Ну если вдруг вы еще этого не сделали, ну я не знаю, может быть водицей холодненькой умой здесь или чашечку кофе, в общем сделайте что-нибудь с собой, похлопайте себя по щечкам так, чтобы окончательно взбодриться, проснуться, взять чашечку кофе и посмотреть новый выпуск шоу «Овсянка». Прямо сейчас мы начинаем и сегодня в нашем шоу займемся спортом. На очереди упражнения с гантелями. Далее пообщаемся с Алексеем Москвиным, президентом Ярославской Федерации Шахмат. И конечно же в рубрике «Безопасные финансы» мы узнаем больше о том, что же такое работа на удаленке. Это шоу «Овсянка», меня зовут Дмитрий Московский, мы начинаем. А сегодня, кстати, День художника. Помните, что каждый может его не только обидеть, но и поздравить. В 1802 году родился писатель и издатель, поэт, а также декабрист, еще и князь Александр Адаевский. За свою короткую 35-летнюю жизнь он успел, например, создать образ Деда Мороза. А в 1926 родился журналист и писатель Тимур Гайдар. Нет, не тот самый, но его сын. Кстати, в честь него и назвали того самого главного героя Тимура и его команды. Ровно три года спустя на свет явилась советская актриса Клара Румянова. Вы могли ее ни разу не видеть, но точно слышали ее голос. Ведь им говорят «Мамонтенок», «Малыш из Карлсона», «Чебурашка» и, наконец, «Заяц из «Ну, погоди». Также в 1943-м родился Джим Моррисон, легендарный солист группы «Двери». Наконец, в 1991 году, ровно 29 лет назад, в Беловежской пуще подписали указ о прекращении существования СССР. Я очень надеюсь, что у вас дома есть гантели. Ну, любые. Хотя бы полкило, килограмм, пять-десять, у кого что, друзья. Если вдруг под рукой их не окажется, возьмите что-нибудь тяжеленькое. Ну, например, бутылки с водой или пакеты с гречей или что-нибудь еще. Потому что сейчас у нас начнется особая тренировка, где главными будут упражнения с гантелями. Поехали! Всем доброе утро! Меня зовут Екатерина. Сегодня мы выполним ряд несложных упражнений на плечи, спину и бицепс с трицепсом. Из инвентаря нам потребуются гантели, коврик. Если коврика нет, можно просто на полу. Вместо гантелей можно использовать пластиковые бутылки, либо работать без весов. Поехали! Начинаем с разминки. Общие круговые движения. Назад. Отлично. Вперед. Хорошо. Переходим на локтевые. В обратную сторону. Отлично. Кистевые. В обратную. Хорошо. Раскрываем грудную ручки сзади в замочек. Немножко попружиним. Молодцы. Потянем поясничный отдел. Переходим на ножки. Почувствуем натяжение в подколенных связочках. На противоположную. В центру. Разворачиваемся в сторону стены. Заднее колено прямое, переднее не выходим за носок. Хорошо. Разворачиваемся в противоположную сторону. Молодцы. Собираем ножки. Делаем 12 оборотов в одну. В обратную. Продолжаем. Берем гантели. Поработаем с вами на плечи. Под углом 90 градусов. Работаем в две руки. На усилии мы делаем выдох. Поехали. Молодцы. Молодцы. Хорошо. Следующее упражнение. Выводим ручку к центру, перед собой, на уровне плеча. На подъеме с вами делаем выдох. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Закончили. Поработаем с вами на бицепс. Работаем только от локтя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Молодцы. Еще 4. 3. 2. Последний. Отлично. Поработаем с вами на трицепс. Нам понадобится одна гантеля. Занимаем свободную позу. Одно колено ставим назад. Опора идет на локоть. Сгибаем в локте. Немножечко его приподнимаем. И работаем также фиксированно от локтя. На максимальное разгибание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Меняем ручку на противоположную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь нам потребуется с вами коврик. Поработаем на мышце пресса. Располагаемся на коврик. Ручки вытягиваем вперед. Ножки также. Работаем по одной ноге с подъемом корпуса. Поехали. Раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Немножечко с вами потянемся. К одной ножке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В другой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Собираем ножки вместе и тянемся к носочкам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Занимаем позу лотоса. С вами была Екатерина. Хорошего вам дня и прекрасного настроения. Всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто-то перечитывает их из раза в раз, а кто-то настолько увлечен своим любимым произведением, что даже готов читать книгу о книге. И вот сегодня в нашей рубрике «Первая страница» мы как раз о таких книгах и поговорим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро. Вы смотрите рубрику «Первая страница». Меня зовут Наталья Антонова. Мы в Некрасовской библиотеке. Скажите, вам тоже иногда хочется книгу как сериал, в смысле с продолжением? Потому что переворачиваешь последнюю страничку, и все. А что дальше? А дальше есть специальные книги, которые более полно раскрывают картину всего описанного в произведении. Вот о таких произведениях нам сегодня расскажет Иван Сычев. Ваня знаком. Наташа, привет. Итак, начнем с Джейн Остин. Удивительное отношение к ней. Ее либо многие любят и говорят о том, что это лучшее произведение, которое они читали в жизни, либо, ну, в общем, относятся с таким скепсисом и говорят о том, что это для девочек. Для девочек поплакать. Здесь все иначе. Сад Джейн Остин представляет собой сборник, который дает нам цитату из произведения Джейн Остин, в котором упоминается растение, цветок, все, что угодно, все, что можно вырастить. В саду. И есть фотография того, как это выглядело для того, чтобы лучше представлять книгу, потому что... Сад и как раз из произведения. Да, да, потому что Джейн Остин, в общем, довольно специфическое название растений, и иногда ты порой теряешься, думая о том, в общем, что за растение королевский полумесяц, как же оно выглядит. Вот, пожалуйста, есть прекрасная картинка вот этих замечательных деревьев и того, как они выглядят. А эти растения, они, я так понимаю, они тоже ведь описаны в книге, да? А как эта героиня там с ними соимодействует, и тоже получится, если у вас найти этот сорт, вы сможете так же себя представлять в образе этой героини. Да, да, да. Отличные цветочки, да, то есть в создании есть некие лайфхаки того, как это можно выращивать, некоторые цветочки. Ну, в общем, дополняет произведение прям по полной программе. Ну, мне кажется, это те, кто хочет уже у себя воссоздать. Приезжай, значит, на дачу, 30 километров от Ярославля, а у тебя там Англия. Кстати, очень интересно, что есть вторая книга, которая называется «Чай Джейн Остин», и там описано об угощениях, о еде, которые подавали к чаю, о том, собственно, как же тогда пили чай, и, в общем, предлагается читателям попробовать повторить всё это. Ну, я думаю, что маме возьму про сад, а мне, пожалуйста, про печеньки. Хорошо. Едем дальше. «Святозер Чернов», две книги. На самом деле, одна книга дополняет друг друга, всё началось с «Бейкер-стрита и отрекрестности», а затем «Бейкер-стрит. Эпоха Шерлока Холмса», о том, как выглядела улица Бейкер-стрит, когда там жил Шерлок Холмс, что там было, что там происходило на самом деле. Здесь никаких детективных интриг не будет? Нет, здесь скорее историческое исследование о том, что мог видеть Шерлок Холмс, в каким антуражем он мог жить. Вот, например, комод Шерлока Холмса. Мы с тобой прекрасно его здесь можем посмотреть. Можем посмотреть, какие фонари были на улицах. И «Святозер Чернов», он на самом деле больше исследователей, чем фанат Шерлока Холмса. То есть он достоверно, абсолютно опираясь на все источники, в общем, погружался в эту эпоху. Вот у тебя тоже, например, домашние светильники. Да, очень подробно. А написано очень интересным языком, он тебя сразу увлекает и одновременно погружает вот в этот мир, в котором ты, собственно, находишься и можешь буквально посмотреть на Шерлока Холмса, который рядом с тобой. Да, вот они тут в поезде, одежда, все, ой, даже подставки для завтрака и яиц. Прекрасно. Все разбито по главам. Смотрю, вот тут есть транспорт, улицы, посуда. Действительно, это, мне кажется, очень хорошо дополнит книгу. Чтобы прочувствовать ее, больше атмосферности. Особенно, когда шаг заканчивается и хочется чего-то еще. Да, это, конечно, трагедия, когда шаг заканчивается. Нет, ну честно. Ну и последнее. Агата Кристи «Большое путешествие вокруг света с королевой детективом». Это довольно известный факт из биографии Агаты Кристи, когда она отправилась в кругосветное путешествие на замечательном теплоходике. И на этом теплоходе она, собственно, и писала свои детективные произведения. Многие из них вдохновлены этим пароходиком, а многие прямо там и написаны. Но помимо самих произведений, Агата Кристи очень активно писала письма. Она писала письма своей уже тогда довольно взрослой дочери, в которую была довольно откровенна и писала обо всем, что с ней происходило. И книга, во-первых, есть иллюстрации, есть фотографии, есть картинки. Например, документальные кадры. И очень интересно на самом деле то, что по сути это письма. И это письма писателя, которые публикуются вот так красиво, так ярко, так красочно. Если ты вспомнишь, например, у нас там письма Пушкина какие-нибудь, которые опубликованы в многотомниках. В общем, это то, с чего нужно брать пример. Невозможно. Да. И письма-то очень интересные. Что у Агаты Кристи, что у Пушкина, то есть они очень чувствуются, что их создал писатель. Да, чувствуется вот эта писательская рука. И ты прям захватываешься в это путешествие, как будто бы ты плывешь вот вместе с Агатой Кристи в эту Африку. Что там у нее происходило. Да, подробно очень. Да, да. Прямо описание такое идет. Очень интересно. А зная, хорошо зная библиографию Агаты Кристи и того, что она написала, здесь можно находить отсылки к книгам. Если тебя это пугает, то по этой книге есть исследование, и люди за тебя уже нашли все отсылки к произведениям Агаты Кристи. Еще дополнили. Да, да, да. Можно, в общем, легко воспользоваться всеми. Это очень круто и очень интересно. Я думаю, для тех, кто любит сериальность книг, точно оценят. И тех, кто хочет еще больше в это погрузиться. Спасибо большое. Наташа, приходи еще. Вернемся. И мы к вам тоже вернемся. До новых встреч. Всего хорошего. И снова доброе утро. Это по-прежнему телеканал Первый Ярославский. Шоу «Овсянка». Я Дмитрий Московский. И сегодня в нашей студии просто фантастический гость. Это президент Федерации шахмат Ярославской области Алексей Станиславович Москвин. Я знаю, что вы в шахматах уже очень давно. У вас огромное количество регалий. Я вот предлагаю начать просто с того, чтобы вы немного рассказали о себе. Ну да, в шахматы дома я начал играть уже в пять лет. Соответственно, в первую свою шахматную секцию пришел в восемь лет. Поэтому уже больше сорока лет в шахматах. За это время, ну, немножко действительно можно кое-что узнать об этом предмете. И надеюсь, что сегодня поделюсь со зрителями своими знаниями. Вы знаете, у меня никогда не было такого опыта, чтобы я играл в шахматы с президентом. Поэтому я предлагаю сейчас во время нашей беседы мы с вами попробуем сыграть. Ну, я попробую не проиграть за это время. Давайте начнем. Как мы определимся, кто первый? Это очень важная процедура на всех соревнованиях. Сначала идет жеребьевка на цвет. То есть берется две пешки. Так же, как мы раньше во дворах это делали. Зажимается в руках. И вот, соответственно, выбираете, в какой руке, каким вы цветом будете играть. А, вы перелешайте, а то я запомнил. А, какая хитрость. А в шахматах можно хипеть, да? Обязательно. Это очень черными. Так что, да. Поэтому я играю белыми. Мой первый ход. Мой первый ход. В начале партии обычно ходят пешками от короля или от ферзя. Захватывают центр. Вот. Центральные поля. Как в легендарной книге. Да, сначала Е2, Е4, а там разберемся. Да, расскажите, пожалуйста, почему стоит заниматься шахматами? Почему стоит отдавать своих детей в шахматные школы? И не только в детстве, да, этим видом спорта заниматься, но еще и продолжать играть, играть, играть в течение всей жизни. Ну, действительно, шахматы очень здорово развивают. Это такой вот очень сильный инструмент развития интеллекта, развития способностей. И, в первую очередь, конечно, ребенка. И поэтому многие родители стараются как можно раньше приобщить детей к этой игре. Во сколько лет вы обыграли родителей в шахматы? Ваш ход, кстати, Алексей Ставич. Да. Ну, будем атаковать. Будем атаковать, нападать. Нападать. Ну, наверное, первую победу над папой я одержал лет, наверное, в семь. Это был, у него все-таки был второй взрослый разряд. И, соответственно, это был серьезный разряд по тем временам советским. Здесь я буду забирать, я буду беспощаден. Так, вот тут надо защищать слона. Прекрасно, прекрасно. Так, пробьем, пробьем. Размен. И вот я сделаю ход королевой. На самом деле фигура называется ферзь. Да, вот у меня тоже был вопрос, можно ли так позорно называть ферзя все-таки на международном уровне? По-немецки ферзь дама. Так что во многих странах это королева, это королева, соответственно. В Англии также королева. У нас правильное название ферзь. В шахматы все-таки пришли из Азии на Русь. И поэтому все фигуры в шахматах на Руси сразу же назывались так же, как назывались в Индии, в Персии. Поэтому вот ход королевы, ферзя. И вот я благодаря ему выиграл первую пешку. Да, да, прекрасно, прекрасно. Так, я начинаю переживать уже. Как, кстати, справиться с волнением шахматистов? На эту тему... Наверное, стрессоустойчивость особая история. Очень хороший вопрос. И его очень часто задают нам родители юных наших чемпионов. На эту тему я разговаривал с нашим самым титулованным спортсменом. Это наш земляк из Рыбинска Владимир Алексеевич Поткин. И вот как раз я спрашивал, что, Владимир, как лучше не испытывать стресса? Это очень важно. И важно родителям, что шахматы приучать на первых порах детям, что это игра. Чтобы ребенок получал именно удовольствие от игры. То есть, почему шахматы так здорово развивают человека? Что они именно получают знания, играя. То есть, это все-таки игра. Поэтому очень важно, что именно шахматы воспринимать, как... И когда мы играем, что как друг друга учим соперника. Если ваш ребенок в каком-то первом в турнире проиграл, ни в коем случае его не ругать. То есть, обязательно, что вот получать именно удовольствие. И я очень благодарен вот своему отцу, который привел меня в шахматы. После каждой вот нашего игрового дня он всегда находил какие-то слова, чтобы у меня было прекрасное настроение. То есть, ну, бывают же моменты, когда нужно сводить в ничью и все, да? Ну, в турнире, да? Бывает же там такое? Ну, чаще всего это когда положение тяжелое. И, как говорят шахматисты, надо соскакивать на ничью. То есть, есть такие механизмы. Чем интересны шахматы? Что это неринейная задача. Вы можете съесть у соперника все фигуры, а последняя фигура вам поставит мат. Почему и долгое время компьютер не мог выиграть у шахматиста? Потому что неринейная задача. Ты можешь съедать фигуры, но победить не можешь, потому что цель не съесть все фигуры. Хотя как раз в первых играх было съесть фигуры. Цель была просто съесть фигуры. А вот потом уже рождается понятие мата, что нужно не просто короля, не просто, значит, съесть фигуры, а окружить короля, взять его в плен и, соответственно, вот тогда только победить. Как развиваются шахматы в Ярославской области? Какие мероприятия проходят в поддержку этого вида спорта? Шахматы в Ярославской области на очень высоком уровне. У нас несколько всероссийских соревнований в календаре Министерства спорта. Мы проводим некоторые очень интересные турниры. Так, в 2014 году турнир чемпионов мы проводили в нашем Ярославском Кремле. Шесть действующих чемпионов Европы собрались и разыграли, значит, призовой фонд существенный. Значит, наиболее такой вот из массовых соревнований уже у нас 10 лет проходит шахматный фестиваль международный Ярослав Мудрый, который собирает 400 участников примерно. И дважды Ярославская область, это впервые в истории шахмат, два года подряд в Ярославле проводилась высшая лига чемпионата России. Это турнир с призовым фондом 5 миллионов рублей. И вот дважды ведущие гроссмейстеры России участвовали, вот у нас приезжали в Ярославль, участвовали в этом турнире. Это, насколько я знаю, беспрецедентный случай. Пандемия провлияла, конечно же, отрицательным образом. Из четырех, допустим, очных запланированных всероссийских турниров на территории Ярославской области прошел один. Это серьезный вопрос, люди все-таки даже умирают, поэтому, конечно же, нужно все-таки соблюдать адекватные меры предосторожности. Федерация шахмат сразу же в апреле месяце начала проект «Сидим дома за шахматной доской». Он представлял себя онлайн-лекцией наших ведущих тренеров Российской Федерации, нашего прославленного земляка Владимира Поткина. Наши слушатели не только из Ярославской области, но и со всей нашей страны, были у нас из Камчатки ребята, могли, значит, в рамках этого проекта послушать лекции, поиграть в шахматы. И при поддержке Демидовского университета был даже проведен международный онлайн-турнир, который собрал участников из десяти стран. Был он посвящен 70-летию победы, проходил два месяца, играли мы по воскресеньям, и получил такой вот широкий резонанс, очень всем понравилось. Поэтому, как могли, как могли, мы, конечно же, вот старались приспособиться к условиям пандемии, и я считаю, сделали, что очень большое такое важное дело, что несколько все-таки сгладили то, что люди должны были сидеть дома, все были на дистанционном обучении, некоторые на дистанционной работе. Соответственно, вот нам удалось таким образом людей отвлечь и все-таки продолжать как-то заниматься шахматами. Сейчас также ограничения действуют, проходят некоторые турниры, но не такие массовые, со строгим соблюдением мер безопасности. Очень популярны шахматы стали в интернете, это дало мощный толчок, потому что так играть вживую все-таки сейчас нельзя. И вот уже проходят турниры с элитных гроссмейстеров, с призовыми фондами свыше миллиона долларов, что, конечно, очень стимулирует их играть. Сейчас онлайн-шахматы стали более такие систематизированные и уже начинаются проводить турниры с судьями. Для этого оборудуется специальная площадка, где сидят игроки за компьютерами, и судья смотрит, чтобы не было подсказок, потому что, как мы с вами говорили, уже телефон обыгрывает шахматиста. И здесь Ярославская область также была в одних из первых рядах. Вот буквально неделю назад у нас прошел отбор к чемпионату мира по онлайн-шахматам, и площадку оборудовали в Демидовском университете с большим успехом, никаких нареканий к нашей площадке нет. Ну и что особенно приятно, что четверо наших ребят попали в этот отбор. Страна все-таки у нас большая, поэтому тяжело достаточно выбиться в лидеры. И двое из них отбор прошли и будут участвовать в чемпионате мира, поэтому мы надеемся, что покажут еще свои результаты на чемпионате мира. Ну а если нет, то получат необходимый опыт. Скажите, а компьютер может человека обыграть? Да, и уже, и к сожалению для шахматистов уже даже не только компьютер, но даже смартфон уже со встроенной программой может обыграть шахматиста. Шахматиста, не знаю как чемпиона мира, тут надо много разных факторов. Действительно компьютеры играют сильнее человека, но они пользуются методом перебора. То есть основной все-таки алгоритм, они просто благодаря своим миллионам операций в секунду, они просто перебирают позиции и смотрят дальше. Вот сейчас появились нейросети, это еще более продвинутые, значит, компьютеры. И уже вот наши ведущие гроссмейстеры пользуются именно нейросетями уже даже для анализа каких-то позиций. Я вообще противник игры с компьютером, скажу откровенно, потому что, как вы правильно сказали, компьютер не ошибается. А шахматы это все-таки игра, и должен быть какой-то интерес. И некоторые вот дети, которые начинают много играть с компьютером, у них меняется стиль игры, становится более сухой, они стоят в обороне, они никуда-то вперед не идут. Это неправильно, человек должен развиваться, и особенно дети ни в коем случае не должны играть с компьютером. Возможно, разыгрывание каких-то позиций для отработки, да. Ну, допустим, как поставить мат королем и сердцем одинокому королю, да. Для отработки, да, пожалуйста, как упражнение, можно привлечь компьютер и поиграть. Спасибо огромное за интересную беседу. Ну что же, друзья, играйте в шахматы, ну и желательно получше, чем я. Мы продолжаем шоу «Овсянк» прямо сейчас, у нас гороскоп. Овны. Отличный день. Можно сделать то, что было запланировано давным-давно. А можно взяться за что-то новое. В обоих случаях звезды будут вас поддерживать. Шансы добиться успеха высоки. Тельцы. Могут открыться интересные возможности в деловой сфере. Не исключено, что появится новый источник доходов. Некоторые представители знака примут решение, которое откроет перед ними новые профессиональные перспективы. Близнецы. Постарайтесь провести день максимально плодотворно. Именно сегодня можно добиться отличных результатов во многих делах, в том числе самых сложных. Вам отлично дается то, с чем не справились другие. Если вам потребуется чья-то поддержка, вы получите ее без труда. Раки. У вас день проходит более спокойно. Он подходит для того, чтобы вернуться к задуманному раньше, завершить какие-то старые дела. Будет и возможность хорошенько отдохнуть. Львы. Порой будет нелегко, но не возникнет преград, которые могли бы помешать вам достичь поставленных целей. Приходится потрудиться, чтобы достичь нужного результата. Но вас это не пугает. Стоит приложить усилия, чтобы получить нужный результат. Девы. День полон забот. Часто благодаря вашим усилиям решаются вопросы, которые долгое время не давали покоя многим. Ваши идеи всем по душе, так что наверняка найдутся люди, которые захотят поучаствовать в их реализации. Весы. Могут открыться новой перспективой в деловой сфере. Найдется применение тем вашим талантам и знаниям, о которых прежде мало кто догадывался. Вечер обещает приятные встречи. Скорпионы. Беспокойный и очень интересный день. У вас многое получается хорошо, можно браться за совершенно новые дела. Удается быстро разобраться в том, о чем вы прежде имели лишь приблизительное представление. Стрельцы. Не все решения удачны, но интуиция безошибочно подсказывает, какие стоит и немедленно воплотить в жизнь. Не исключены и интересные предложения, которые вы примете без долгих раздумий. Вы избегаете ненужной спешки, но и напрасно время не тратите. Козероги. Лучше ничего не откладывать надолго. День щедр на интересные возможности и хорошие идеи. Это время подходит для обсуждения деловых вопросов, встреч с людьми, с которыми вас связывают профессиональные интересы. Есть шанс научиться тому, что вскоре окажется полезным. Вы далее. Эти сутки дадут возможность отдохнуть и восстановить силы, заняться тем, что вас вдохновляет. Радует общение с близкими, вы услышите много хорошего, получите отличные советы. Рыбы. Сегодня у вас много хороших идей, которые удастся реализовать чуть позже. Будьте внимательны к мелочам. Сегодня от этого во многом зависит успех. В поездках следите за своими вещами особенно внимательно. Есть риск что-то забыть или потерять. Можно бесконечно спорить о том, эффективна ли работа на удаленке. Кто-то говорит, что это очень удобно. Сидя за своим домашним компьютером, можно параллельно гладить кота и выполнять свои служебные обязанности. Кто-то ругает удаленку, говоря, как много всего отвлекает, если ты не на своем рабочем месте. Пожалуй, золотую середину найти здесь крайне сложно. Но при этом об удаленке говорить можно и нужно, потому что это уже тот самый формат работы, который по-настоящему вошел в нашу жизнь. И сегодня в рубрике «Безопасные финансы» мы расскажем вам несколько интересных фактов, которые вам могут пригодиться. Доброе утро. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику, в которой обсуждаем важные темы по повышению финансовой грамотности. И сегодня поговорим об удаленной работе. В конце ноября Госдума приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, который регулирует дистанционную работу. Закон вступит в силу 1 января 2021. Он определяет само понятие удаленной работы и устанавливает порядок взаимодействия сотрудников и работодателей в этот период. Теперь права таких работников должны быть максимально защищены. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции спровоцировала востребованность такого формата работы. И, судя по всему, после того, как пандемия закончится, а мы все в это верим, многие организации продолжат использовать дистанционный режим труда. Согласно принятым поправкам, сотрудники на удаленке получат следующие преференции. Дополнительные гарантии по оплате труда, причем важное уточнение, удаленное выполнение своих обязанностей не может быть основанием для снижения заработной платы. Работодатель должен обеспечить работников необходимым оборудованием или выплатить компенсацию за использование личного или арендованного оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации, а также возместить расходы, связанные с его использованием. Решен вопрос длительности рабочего времени дистанционных работников. Это время будет суммироваться и учитываться так же, как для стационарных трудящихся. При этом период взаимодействия работодателя с дистанционным сотрудником пойдет в учет рабочего времени. Переработки возможны только с письменного согласия работника и будут оплачиваться как сверхурочные. Подчеркну, что все нормы по сверхурочной работе закреплены в Трудовом кодексе. По закону первые два часа оплачиваются в полуторном размере, далее вдвойном. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Именно такое право на оффлайн, по мнению разработчиков закона, позволит на деле защитить работников на дистанционке. Согласно новому закону, разновидностей дистанционки будет три. Дистанционная работа на постоянной основе, комбинированная занятость, когда работник частично работает в офисе, и временная дистанционная работа, когда работодатель переводит сотрудника на режим вне офиса на срок не более шести месяцев. В новом законе оговорены отдельные случаи, когда работодатель вправе перевести штат на дистанционную работу без его согласия на основании локального нормативного акта. Причины могут быть следующие. Природные техногенные катастрофы, аварии, несчастные случаи на производстве, пожары и наводнения, землетрясения, эпидемии, решения об объявлении чрезвычайной ситуации со стороны органов госвласти и местного самоуправления. В этом случае руководство организации обязано известить об этом сотрудников, обеспечить всем необходимым оборудованием и провести необходимый инструктаж. И еще один очень важный момент. Возможна ситуация, когда всех сотрудников невозможно перевести на удаленку. В этом случае временное прекращение работы будет расцениваться как простой по обстоятельствам, независящим от воли сторон. В этот период работники будут получать две трети тарифной ставки, как полагается по статье 157 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом коллективным договором, соглашением или локальным нормативным актом может быть предусмотрена и более высокая оплата. Важно знать свои права. До встречи в эфире. А знаете ли вы, что официальное трудоустройство – это привилегия, которое доступно не только человеку? К примеру, в истории известны случаи, когда питон официально работал охранником, собака работает геологом, а макака – сборщиком кокосовых орехов. Еще больше интересных и полезных фактов – прямо сейчас в нашей рубрике «А вы знали». А вы знали, что находится внутри кокоса? Там не молоко, а кокосовая вода. Кокосовое молоко делается путем кипячения тертой кокосовой мякоти и последующего процеживания. Вскиптите молоко дальше, и вы получите кокосовые сливки. Свежая кокосовая вода полностью стерильна, богата витаминами и минералами и обладает тем же солевым балансом, что и кровь человека. В силу своих характеристик, кокосовая вода может заменять физиологический раствор и широко используется в качестве напитка для спортсменов. Особенно в Бразилии, где на сегодняшний день эта отрасль оценивается в 75 миллионов долларов. Кокосовое масло содержит много лауриновой кислоты, насыщенного жира, который есть в грудном молоке, и обладает прекрасными антивирусными и антибактериальными свойствами. Кроме того, оно снижает уровень холестерина в крови, поскольку не попадает в систему кровообращения, а идет напрямую в печень. Вот несколько менее известных областей применения кокосовой пальмы. Одна автомобильная компания использует волокно оболочек плодов кокоса для изготовления биологически разлагаемых сидений грузовиков. Из разжиженного корня кокоса производят жидкость для полоскания рта, а приготовленную из оболочки орехов муку применяют для очистки реактивных двигателей. За кокосовой пальмой вот уже более 3000 лет держится слава самого полезного дерева. В ранних санскритских текстах ее называют не иначе, как дерево, дающее все. Ведь вы можете выжить на необитаемом острове, утоляя голод и жажду одним лишь кокосом. Так не хочется прощаться, но все-таки придется, друзья. Проведите этот день классно. Пусть у вас будет отличное настроение и все близкие тоже радуются за вас и вообще друг за друга. Любите окружающих и свое дело. До встречи уже завтра в то же самое время. Пока-пока. Доброе утро, область просыпается и снова новый день начинается. Первый Ярославский сделает твое утро бодрым, в отличном настроении пойдешь на работу. И не важно, маленький ты или взрослый, утро надо начинать с овсянки. Все просто, чтобы сегодня все было отлично, включая в 7 утра наше шоу «Это логично». Овсянка, овсянка, овсянка.